Вот отец Сергий явный лидер у них, хотя он моложе, практически моложе всех, я так думаю, но он явный лидер, он начинен полномочиями, как епископ, видать, ведь епископ, он одеваться некуда, тем более больной, он ему, видать, так сказал, тебе нужно, чтобы 17 мая эта община была у нас в Московской Патриархии, в нашей епархии. Все, а теперь улыбайся, немножко провоцируй, ну без провокации как, и он это все делал, и он до такого дошел уже, вот в этом начале встречи, и говорит, ну как же так, ну сколько уже можно вам шаги навстречу делать, ну сколько можно к вам навстречу идти, а вы на мне отвечаете, да мы вас всей любовью тут чуть ли на руках не донесли, в ладьях уже, во дворец уже, вам все предоставляем, а вы никак, ну знаете, это уж ни в какие ворота нельзя. Это чисто КГБшное, вот ты сам о себе расскажи, ты сам расскажи, где это, какой ты преступник, мы тебе сейчас срок поставим, и молодец, и зачем ты, да мы с тобой будем возиться, и вот так, и он тоже, но я думаю, ну молодец, а вот это чистая заквашка КГБшная, вот советская, я думаю, молодец, прям сразу быка за рога, но после того, как Игнатихныч выступил, рассказал о том, что забывать ничего нельзя, мы давайте это все вспомним, еще все это высветим как следует, и попробуем, чтобы исправить, а когда все, когда все обговорили, и в конце встречи оказалось, что нам-то исправлять нечего, все исправлять-то надо им, а как исправлять? И он говорит, я вот теперь, говорит, одного только не понимаю, как совместить вашу любовь к священникам с тем, с тем, что вы тут наговорили про нас. Но он все сказал о священниках, и они ленивые, и что благословения их уже нету, и Бог их проклял благословение, и Бог их покарать готов, и будет карать, и карал во время революции уже. Все это было за их лень, за их неспособность ответить за то, что Господь дал им такой талант священства. Все это, это все он осознал. И он сел, и как бы вот этим вот пришибленный, этот бедный отец Сергий, и прямо видно, голову вот так вот, ну он никогда, видать, не слышал таких проповедей, тут еще Игнатий Тихонович, я не думаю, что у него была заготовка, он еще про секретаря хорошо сказал. Это когда два царя шли, это вторая про Липоменон, и четвертая царство, там говорится об этом, про пророка Михея. И послал это травам, этого, секретаря, своего какого-то, ну, прислужника, и, чтобы Михея привели. А тот от себя и говорит, ты только смотри, царю, как следует, скажи, все как он хочет слышать. Чего ты все время против-то? И он, говорит, вот такой же, говорит, там будет секретарь, как секретарь и партии. Я на него смотрю, а он не понимает, о чем речь. А я ему показываю. Хорошо сказано на Игнатипе сейчас. И он такие глаза сделал. Он понял, что о нем только что сказали-то это, что слово Божие говорит чисто о нем. Ему же так сказали, ты только хорошее говоришь, чтобы только нас, чтобы туда заколбасить их, и все. Вот там дальше отца, и мы растворим уже, а тут уже. Ну, они знают дальше, что делать. Насчет разрушить-то они знают, как вот создать это сложно. И у него голова, видать, в другое направление начала работать. Он то ли сообразил уже, что так понял, что на Микини тут уже не провести. Что дело-то пахнет керосином. Ничего мы не боимся, что без благословения останемся. Но еще Игнат Тихонович в конце уже говорит, «Да и какое благословение от вашего епископа, или от Максима, от него, или как-то вот так, говорит. Когда я, говорит, 50 лет без него благовествовал людям, рассказывал о Христе. И сейчас я буду какое-то благословение брать непонятно на что. Когда я встал да пошел и благовествую. Вы у нас, говорит, учитесь-то. Говорит, вы-то вообще ничего не умеете. А до этого этот отец Сергий так все гладенько положил, что нам-то одеваться некуда вообще. И на территории Российской Федерации ни одной зарубежной прихода не останется. Игнат Тихонович говорит, сейчас, говорит, на территории Российской Федерации 13 только юрисдикций зарубежной церкви. Не приходов, а только юрисдикций. То есть епархий. 13 чту. И они потом уже как-то... 13, да? А вот это там того-то там Орлова... Игнат Игнатьевич перечислил там ему некоторые... Ну, сколько? Три или четыре перечислили остальные. Ну, куда их там? Ну, не знаете, значит, будете знать сколько. А то испугали нас. И батюшка потом сказал в конце тоже выступление. Говорит, мы, говорит, перейти можем. Вообще никаких вопросов нет. Я, говорит, уже ездил в Омск. И думали, что им приехал я для того, чтобы уже... Обрисовать переход как будет. И не ожидали от нас, что мы там по другим вопросам. То есть нас уже ждут, говорит, и в других, и везде епархиях. Но, говорит, очень сложный вопрос, говорит, который мы не можем перешагнуть. Это безблагодатность московской вашей патриархии. И мы не можем это принять, что вы безблагодатны. Это тогда на нас все падает-то. Потому что батюшка у нас принимал благословение, священное рукоположение в московской патриархии. Это что мы, значит, сами себя обрубаем в сук, что ли? Это не может быть. А эти все епархии именно зижатся на этом. И еще там этот вопрос, серьянство поставленный. Когда батюшка перечислял в конце, как он уходил, ну вот все, обрисовал это положение, он пытался рассказать, почему Игнат Тихонович такие чувства испытывает, сложные во всем. И говорит, мы вот переходили там вот в 90-м году, и перечисляет себя, нашего Евтихия, потом там его брата и Валентина Русанцева, который из Суздальской эпархии, он там натворил много дел. Это прям под Москвой же все. И у него русская свободная церковь. У нас в начале, вот тут, где говорится, о биографии церкви нашей, там говорится, что в начале у нас общество, община была зарегистрирована русская православная свободная церковь, да? Да. И был Валентин Русанцев, вот он-то и есть, кто первый епископ, кто подписал. И оказалось-то, что он умер, и этот, который бритый, отец Владимир, и он так пальчиком, мы не покойные. Так с такой радостью это сказали, это они все. То есть сергианство, оно действует. И они будут рады нам, только мертвым. Так, сейчас еще, кто хотел бы что сказать? Я только маленькое здесь резюме хочу сказать, что у батюшки был разговор. Это Виктор Андреевич, у тебя сведений этих нету. Уже после этого, и секретарь ему снова сказал, уже прослушал, говорит, все. Но, и опять говорит, под каждым словом, что брат сказал, я подписываюсь. Так это было не то, что там он попал под мой гипноз, как говорят, нет, уже дома, там, у себя прослушал. И я думаю, ну там, как только зашли, сразу один семинарист фотографировал, все это у епископа на стол. Не будет же он в неведении. Тем более епископа напрямую, патриарх Кирилл заставляет это делать. Это мы абсолютно на сто процентов уже знаем. Не просто там Максим ходит, а ему деваться некуда. Он бы на нас махнул рукой. Это кто тут? Какая тут закваска? Это закваска. Вот о чем сейчас говорили. Вот здесь несколько еще моментов такие. Закончилось когда. Он все принял так. Но как же это все выполнить-то? У него один вопрос. Как это все выполнить-то? Как это выполнить-то? А вот эти 57% нарушения правил, 413 канонам нарушаете-то. Это ни один человек на земле не знает. Я три года отдал этому. Когда я это сказал, данные выдал по каждому собору в Жордан-Вилле, в США. Так мне прям сразу, давайте для печати. А как вы знаете? Я три года сидел как за Библией. Каждое правило сравнивалось с жизнью, с другими правилами, с обстановкой. И никогда не сделать. Я ему так сказал, вам никогда этого не сделать. И вы не можете быть другими, потому что вы Сталинско-Бериевская. Образование. И Сталин образовал патриархию для того, чтобы заразу коммунизма развозить по миру. Это все абсолютно вложено было. Я говорю, одним словом спрашивает патриархия. Я всегда отвечаю, ложь. Двумя всегдашняя ложь. А тремя тотальная всегдашняя ложь. У вас везде ложь одна. Почему первый вопрос мы еще не разобрали? Давайте перелистнем с новой страницы. Вся страница заляпана кровью нашей. Какое ты имеешь право? Перелистывать ее. Господь говорит, что грешит против тебя, брат. Вы говори ему. Лукас 17.3. Я привел больше 10 мест священного писания. Это их тоже сильно растревожило. А дальше батюшка положил программу совместного благовествования. Как благовествовать? Мы сказали, два места вам бронируем в машине. Каждый заботится сам о себе. Питание, одежду, средства, бензин. Или вы на своей машине. Каждое село мы рубим пополам. На одной стороне работаете вы. На другой мы. Собираем в одно место. Выступаете вы 20 минут. Мы 20 минут. Но в конце людей всех приглашаем в один храм в Московской Патриархии. И это все на руках. Они не могут сказать еще против. Но вы не знаете, что сказать людям. Людям нужен Христос. Я говорю, самые поганые, трухлявые слова. Это окормлять. Воцерковлять. Каноническая территория. Что каноническая территория? Подбежал кобель, ногу поднял, помочился. Дальше и заметил все. Они это все выслушали. Если ты считаешь, что твоя территория это. В каждый дом будем заходить. Ты сейчас отрекаться, я говорю, будешь. Это твоя паста выходит здесь. Пьянство, самоубийство. Сплошной разврат. Да какое у тебя поле? На твое поле, где неокучено, растет там свекла. Я пришел с тяпкой правильно все делать. Ты меня выгоняешь. Выбрать этих священников, которые вызывали милицию. Ну и я уже стал опасаться, что думаю, это последняя встреча. Нет, они говорят, ну следующее это в Потеряевке. Тринадцатого. Так, пожалуйста. Одну фразу. Я только хочу сказать о том, что батюшка просто замечательный наш батюшка. И его речь была, его поведение настолько дипломатичное и корректное. Он, в частности, сказал о том, что мы, священники, не любим свою пасту. Это он подчеркнул. Почему? Да потому, что у нас и времени нет на это. Мы заняты только требами. Службой. Службой и требами. Так что молитесь, собачки, чтобы Господь ему дал и дальше такой мудрости. Спасибо, Христос. Так, брат, хотел сказать? Да. Ну, согласно плану Игнатиховича, как он сказал, до какое чувство было? По сравнению с тем, как мы там были, все было пристойно, столы хорошие, крепкие, листы лежат на такие мелочи. Но они тоже, как бы, меня удивили, что вода стоит, все предназначено для серьезного диалога. Второе. Конспективно, что сказано. В дополнение к тому, что все написано и записано, и сказали братья, скажу, я наблюдал, первая речь вначале была построена так, скорее бы закончить, уже все доказано, только скажите, будете вы с нами или нет. Это главное, что я увидел, это мое восприятие. Потом начинается речь Игнатия Тихоновича, длинная, и я слушаю, там обличение, все правильно, все, но все это, кратко я бы назвал одно, обличение. То есть очень много фактов, детальное обличение. И я сижу и думаю, ну что сейчас он ответит? Ну вот перед этим понятно, что он начал говорить. Я думал, ну какой нужен ум, чтобы так ответить? Или упасть и покаяться? Или ну что можно ответить? Я просто стоял и ждал, не знал, что ответит священник. И вот все-таки какие умные люди там. Я поразился. Ну говорят, там искусство самооправдания, это сверхискусство. Отец Сергий Беляев так умно ответил. Он сказал, вот все, что вы сказали, я готов под этим подписаться. Так подписаться, покайся, следующее действие. Но, и дальше он продолжает. Вы, говорит, очень хорошо сказали о пороках священства. То есть он все это объяснил. О немощах человеческой природы. О немощах человеческой природы. И сразу, ну хорошо, а дальше что? Ну вы же понимаете, что путь совершенства, он бесконечен. Вот это он сказал, совершенствоваться бесконечно. А кто понесет эту ношу? Даже Иоанна Златоуста говорит, когда вы приводили пример, что он не хотел быть священником. В конечном итоге-то кто-то должен эту ношу тяжелую нести, сказал отец Сергий. Я понял, ничего себе. То есть все, все слова, все обличения, все удары были патокой такой мягкой обволоченной. Сказали, все это вы правильно сказали о пороках священства. Мы немощны, но эту ношу кто-то должен нести. То есть из грешников превратился он сразу в нормального, полноценного священника. То есть я все-таки, Игнатий Тихонович, несу эту ношу. И все вы правильно сказали, но что же нам делать? То есть я, когда вот эту фразу услышал, когда он все это так мягко, я понял, что покаяния нету. Ну и это подтверждение своих слов я сразу же увидел после собрания, когда это закончилось. Потому что у меня был вопрос к отцу Сергию Фессуну вообще. Я в частном порядке подошел, когда все вышли, я устав вообще не нарушил. Я там ни слова не произносил, там, если что-то, шепот какой-то, даже незначительный. А там я подошел и сказал, отец Сергий, тут просят синодальный перевод Библии. Ко мне подошли гидионы и говорят, ты поговори с православным там священником, там отец Роман Соколов. И, ну ты православный, поговори с православным. Пришли они к главному врачу, он послал на отца Романа, как обычно. Отец Роман, а мне говорят, ты же православный, иди поговори. Я говорю, ну давайте, пойду поговорю. Отец Роман, все-все хорошо, и до сих пор уже недели прошли, ничего нету. Я вечером вам отзвоню и все, приму решение. Я сразу думаю, ладно, решения от Романа нету, он боится вышних. Я подхожу к отцу Сергия, а он заведует там отделом миссионерского чего-то там. Вот, я к нему, он сразу из отдел, из руководителя отдела превращается в такого, я говорю, да я простой священник, он так, я простой священник, вот так, он смиренно так ответил, прям очень смиренно, или лжесмиренно. Ну вот брат видел, как он ответил, он, я простой священник, это, я по кадрам не заведую. Да при чем тут кадры, здесь речь идет о распространении. Нет, тут, видите, речь идет о романе, что вроде бы. Вот, распространение синодального перевода новых заветов, вот шла речь. Вы подойдите к отцу Сергию Беляеву. Я подошел к отцу Сергию Беляеву, но это опять же, когда все разговоры закончились, я говорю, это не в рамках сегодняшней встречи, я говорю, это просто меня попросили. Почему? Потому что Игнатий Тихонович берет новые заветы у этого издательского общества. Это общество, это не церковь, это просто издательское благотворительное общество. Я говорю, берет новые заветы, они меня попросили вот распространять, чтобы... Он говорит, хорошо, я разберусь, это вот было в среду, сейчас суббота. Суббота, ну вот и ныне там. Я звоню Максиму, ну что, отец Роман тебе дал благословение раздавать? Нет, не дал. То есть я еще раз убедился, что все, что было сказано, это было просто очень умелое искусство самооправдания. Результат какой? Ну я больше склонен к Игорю, что все-таки они давят нас только потому, что их давят. Вернее, с нами общаются, потому что их давят. А если бы этого не было, и ничего бы не было. Покаяния я вообще не увидел. Так, относительно Библии. Один экземпляр, епархия синодальная не может достать. Это сегодня, когда издают их море, у них в каждом магазине везде лежат и один экземпляр. Я хочу сказать, что это возможно было дать. Когда был самый момент перестройки, нельзя было. Мы наладили канал. И сюда шли не десятки, тысячи через меня все было. И у меня буквально возле дома очередь стояла. Там и милиция, и офицеры, и прокуратура. Все до единого получали Библию вот эту цветную детскую, простую, и синодальную. Синодальная это редко, с экономическими книгами. Ну и поэтому, видите как, теперь все, что сказали правильно. Но мы на этом не останавливаемся. Эту патоку мы смоем. Они ее зализывать будут своим языком. А мы слезами ее будем смывать. Я приглашаю всех вступиться за дело Божие. Начать молиться, и притом ежедневно, и ночью. Кому Бог дает возможность непрерывно, молитесь, взывайте. Дабы вера Христова стала им известна. Как она должна быть. Так, кто из бывших хотел говорить? Давай. Вот, поближе. Я хотела свои чувства сказать. Погромче говори. Я, вот не знаю, своей душой я чувствовала всем сердцем, как Игнатий Тихонович, как он переживал. Но переживал не за то, что он будет говорить, это он знает. А все ли дадут ему сказать. Не ограничат его во времени, не прервут ли его. И очень он переживал. Все, что братья сказали, все верно. Еще раз убедились мы в мудрости наших духовных отцов. Слава тебе, Господи, что нас Господь вот сюда привел, даровал нам этих отцов. Все было очень мудро сказано. И еще хотела я начать с того, что мы все почти пришли через занятия, правда? И вспомните все, когда первый раз вы оказались на занятиях, какое на нас впечатление произвело выступление Игнатия Тихоновича, занятие этого. Вот это впечатление, мне кажется, произвело и на священников. Они знали о нем плохо, то плохо, там мы всякие такие, лапкинцы мы такие-сякие. Но они никогда не слышали Игнатия Тихоновича, никогда. И первый раз они вот его услышали, первый раз. И вот это вот, никогда они не говорят, вот слушаем мы священников, так растягивают слова, мысли так. И здесь сжато, как пружина, такая вся, как обойма из оружия выдана. И это их поразило, поразило. Потому что мы уж сколько слышим, каждый день и каждый час, и то, и там я сидела, и даже бросила писать, я уже слушала. Потому что, ну вот все, настолько вот сжато и настолько все выдано. И еще, момент такой последний, когда он говорит, ну а как же тогда взаимодействие вот священников, вы так говорите на них, а как тогда вообще? А батюшка, как он мудро ответил, говорит, а вот у священника два сына было, и они негодные были совершенно, а служба-то была, и люди-то приходили к Богу, и все это было. А как говорит сейчас, ведь многим святым было показано, что священник ведет, ну какой должен был вести службу и причащал, то причащает ангел, а священник вон связанный лежит. Вот, так очень вовремя, так мудро было сказано. И еще, момент последний, который меня настолько, вы знаете, ну напугал, честно говоря. Когда стали говорить, и что, и первое было, когда секретарь говорил, он, ну конечно не все, ну вроде бы уже решено, что мы входим, но не все вам будет позволено. Там это прозвучало так, что не все вам будет позволено, конечно. И, конечно, это все упиралось в книги Игнатия Тихоновича. И когда тут прозвучало, что, и батюшка это сказал, вы хотите устроить рецензию книгам, вот, пожалуйста, автор. И к нему претензии. И когда он выступил, что на суд. Так горячо он говорил, вызовите меня на суд. Я, значит, встану, говорит, с ними, я приду. Вы знаете, у меня такой страх охватило. Он один стоит, он один стоит, вот так вот перед судом этим. И я думаю, книги защитить только он может в своей книге. И его просто могут убрать, что ли, я не знаю. А мы уже сталкивались, вот Малашина нет, епископ Антоний тоже его нет. Мы не знаем причин. И меня охватил страх. Поэтому молитесь очень горячо, чтобы вокруг него охрана была. Так, я на эту тему хотел сказать как раз сегодня. Вы маленькое воображение свое развивайте. Я умер. Я каждый день готовлюсь к смерти. Кто со мной знает, ребята, я им наказываю, где лежит ключ. Все порядки, все. Я умер, чтобы даже никто не заметил этого. На мне здесь ничего нету. Это Бог. Понимаете, Бог когда это все делает, как... Вот даже маленький пример. Надо увидеть, что это Божья рука милости делает. Володя уехал в Потеряевку, Пащенко совсем. И увез с собой этот аппарат, о котором сейчас снимают. А там у Глушкова. И вот на это воскресенье у нас нету. Я сразу не сообразил, Володя не сказал. Но я сижу, занимаюсь компьютером-то. Теперь, когда я хватился, на этой неделе все молочники были. Андрей приезжал, Женя приезжал. Два Игоря были. Вообще никого нету. Ну и остановились на том, что Володя в субботу должен привезти аппарат. Но больше выхода нету никакого. Ну, Игорь Глушков подсказал, ну, а этот, там, Безруков, Павел Федорович, я что-то не вижу. Где Настя-то? Ушла. А там ушла. Там она или где? Ушла. Ушла. Почему она ушла? Она опоздала и ушла. Я ее задерживал. Она, говорю, никуда. Она заходила здесь. И он говорит, Павла Безрукова, у него уже есть видик. Я созвонился, он вчера должен был привезти. Но вдруг звонит мне звонок Николай Крущина. Я еду в те края, вам не надо еще из Потеряевки привезти. Впервые за все время, как Потеряевка, 21 год, впервые люди, и точно ложка к обеду. Нам именно это надо. Он звонит пятница, я говорю, ребята, не уезжай, Володя. К вам уже едет. Батюшка, предупреди их. Николай, у него качество у Николая. Это вам надо просто взять. Он никогда не ездит, чтобы не позвонить. В какой конец? Я не сказал, я еду на молитву. А он, значит, ту же секунду, секунду, не минуту, я сразу на молитву становлюсь. И вот он возвращается, привозит аппарат, все. Я в этом вижу заботу Божию. Тогда, когда люди ходят в послушание. Так кто хотел бы еще сказать им? Давай, пять минут. Давай. Меньше пяти минут. Три минуты. Но начало уже говорили как, и очень хорошо сказал Игорь, потому что у них заранее все уже было подготовлено, что они вот уже, мы уже готовы. И он с этого и начал, что уже все решено, все уже мы эти вопросы рассмотрели, это тоже мы обсудили, то есть у нас здесь когда были. Об этом уже разговаривали, теперь только вот осталось нам, и мы быстренько сейчас это все сделаем, подведем итог, и вроде как и домой пойдем. Он очень хотел это сделать быстро, но не получилось так. Обо всем сказали, все хорошо и правда. Но вот еще один момент был такой интересный. Все-то мы сидели, вот писали, но вдруг я почувствовала, что я писать не могу. Вот пишу, у меня Игнать Тихонович пишет мне, что пиши, чтобы читать. А я пишу, у меня рука никак не пишет, и я поняла, что мне надо срочно молиться. И я все остановила, писанину все, я сидела постоянно и молилась только о том, чтобы это уши были открыты, их сердца, для того, чтобы принять то приготовленное, что для них уже было, чтобы они от этого никак, ну, чтобы не осталось это мимо, ушей не пролетело. И вдруг много, конечно, все было сказано точно. И Игнатий Тихонович говорит, вот вы сейчас должны были бы меня спросить, а хочу я быть, раз вы нас пригласили, мы вас, и мы теперь должны знать и спросить друг друга, а ты хотел бы быть похожи на меня, а зачем тогда эта встреча-то нужна, если мы разные. А я, говорю, должен вас спросить, а вы хотите походить на меня такой, как я? И я вам сейчас задаю этот вопрос, вы хотели бы быть таким, как я? А теперь вы меня спросите, а хотел бы быть я таким, как вы? Я вам говорю, что я этого боюсь, как чумы, быть похожим на вас. Вы мертвые, вы нерожденные, и я должен быть таким? Нет. Вот этот момент был очень острый. И они никто, ну, после этого, я всех-то, я вообще-то никого не видела, потому что все сидели так, что мне было одного отца Владимира видно. Как он смотрел на Игната Тихоновича, с какими любовными глазами. Наверное, никогда они не слышали искренних бесед. И его глаза такие были, вот, знаете, вот, они просто светились. Когда смотрели, он смотрел на Игната Тихоновича, и, мне кажется, не просто смотрел, а его глаза радостью были наполнены и любовью. И еще один момент хочу, его просто никто еще не сказал. Под конец уже, когда Игнат Тихонович подошел к одному, потому как не слышал, к другому. А потом, так это речь свел к тому, ко флагу. И рассказал им значение нашего флага. И что из себя представляет наш флаг? Естественно, они об этом никогда не слышали. И никогда. Для нас-то это уже мы привыкли. Какой он у нас не просто родной, а это от Бога флаг. И он над нами. И он им рассказал, с какой опять любовью они на него посмотрели. И в конце концов, когда уже вот это быстро и скоро не получилось, и все поняли, что это не получится. Много интересного Игнатий рассказал. И Николай Войтович, эти события, которые происходили. И, конечно, это в присутствии Александра. Я думаю, тоже это не осталось без внимания. И это тоже свою лепту внесло туда, в общей беседе. И под конец, очень это даже и тревожно было со стороны Сергия, что он не знает, а как же дальше-то быть? А как же дальше-то быть? Все это он понимает. И потом сказал, ну да. И вот как Игорь-то уже сказал об этом, что, ну да, как теперь я поняла, что это так, все сказано правильно, все это хорошо, и я могу подписаться. Но так дальше быть невыполнимо. Что невыполнимо, а это значит, я сижу, у меня такая мысль, и будем продолжать жить так, как мы жили. Вот у меня такое было. Так, вот несколько здесь маленьких таких пояснений. Когда Тесла Дмитрия подошел, а я начал с того, знаете, я говорю, когда патриарха выбирали Тихона, то три кандидатуры было. И меньше всего голосов получил Белавин Тихон, который был, а больше всех Антоний Храповицкий-то. Но они решили три, первое место, которое заняли, теперь надо, чтобы жребий был. И они там вызвали Старца, Слепого, Схерхи Мадрид, он никого не знает, в политику не вмешивается, ну перед ним сделали там шапки или где, он взял, вытащил Тихон. Я это сказал к чему? Как бы кивок туда сделал, я говорю, знаете, этот человек ничего не знал, он не мог никакой партийной группировке принадлежать, так и я. Вот вы что сейчас долго говорили, батюшка, я ни одного слова не слышу, тот слепой, я глухой. Поэтому у меня к вам антипатии никакой нету. Я начинаю все с нового листа, и моя глухота, она мне на пользу. А потом, чтобы слышать, я стал просто, кто разговаривает, я хожу, ничего не... Да нет, нет, нет. И когда я стоял около отца Сергия, а он...